всем привет я продолжаю свое путешествие по америке сейчас я нахожусь в штате мэн значит нахожусь в академии фокскрафт вот это кстати где живут студенты это домик а вот напротив сразу же не переставляющий меня удивлять их футбольные поля поля тут тут футбольные поля регби поля вот пожалуйста беговые дорожки дальше там еще поля бейсбольные поля там в той стороне тут там еще есть резиденция 2 за этими домиками еще выход на поля прямо из дома выходишь на футбольное поля академия практика ориентированная значит что это значит практика ориентированная на английском есть такое понятие hands-on то что вы делаете руками руки включены значит пример сейчас я был в лабораториях напоминающие то ангары инженерные лаборатории где ученики они прям сразу же работают над машинами у них есть такая программа как mechanical engineering ну все что связано с механикой с обслуживанием автомобилей также инженерное дело естественно айти дизайн технологии также работа по дереву то есть это не просто там до лобзиком попилил вот и поделку сделал а там бы целые домики такие классные там корабль стоял который сделали ученики за небольшое дело для этого штата что в школе предлагается помимо американской программы и и предлагается международная программа более привычная нашим ребятам и более привычной европе это айби да интернет шелл бакалавриат и в международный бакалавриат и опять что меня не перестает удивлять в американских школах смотрите на чем приехали студенты опять школьники до школьная парковка пожалуйста те одни тут пикапы toyota tundra тут шевроле но эти старенькие вы тут все школьная парковка это простой пример того как школа продолжает развиваться раньше здесь был просто ледовый каток а сейчас они вложили ну миллионы долларов в хоккейную арену она будет закончена буквально через две недели еще шумит тут все крутят вверх уже все такое новенькое хоккейная арена на территории школы естественно у детей есть возможность заниматься хоккеем будет несколько хоккейных команд они у них есть это хоккейные команды как бы такие любительского уровня и хоккейные команды которые более профессионального уровня вот буквально вот-вот и все это дело будет закончено кстати на входе сюда я видел несколько флагов а кстати вот они значит по центру висит американский флаг справа это флаг штата мэн и слева это канадский флаг канадский флаг канадский флаг потому что школа входит в ассоциацию с рядом канадских организаций и здесь вообще в принципе недалеко канадская граница а и и Продолжение следует...